В начале встречи присутствующим представили проект новой автомобильной дороги 6-го микрорайона. Развязка будет строиться на внебюджетных средствах за счет застройщиков. Первоначальная сумма затрат составляет более 600 миллионов рублей. Начало по планируемой магистральной улице предусмотрено от существующей двухполозной автомобильной дороги Сапронова-Ермулина до путепровода через М4-2. Дорога выполнена преимущественно по рельефу. Четыре полосы у нас от дороги Ермолина-Бутова до развязки. Дальше выезд на трассу Дон, одна полоса в сторону Москвы, заезд из Москвы через существующий путепровод по двум полосам. В публичных слушаниях приняло участие около 30 человек. Первый вопрос прозвучал от жителей села Ермолина. Здесь сказали, что будет остановка автобуса. То есть я понимаю, что люди, опоздавшие где-то на автобус, будут подъезжать сюда на машины, подниматься и садиться в автобус. Эта вся езда будет проходить, я так понимаю, через наш село Ермолина. Связи транспортные по селу Ермолина, вот, в привязке к этой дороге она не идет. После реализации данного проекта будут прорабатываться возможные варианты организации маршрутного транспортного обеспечения жителей. То есть этих маршрутов, в принципе, сейчас пока нет, потому что нет самого объекта. А вот представителя общественной палаты Дмитрия Гашева волновал вопрос, предусмотрено ли в данном проекте строительство линейно-кабельных сооружений связи под оптические кабели. Ведь зачастую их ведут наружным путем по опорам освещения. А это ненадежный способ. У нас на данном участке никаких сетей связи по дороге мы не предусматриваем. Мы переустраиваем имеющиеся все сети. В случае дальнейшего, значит, перспективного необходимости проложения, значит, сетей связи, либо каких других сетей в дороге, у нас предусмотрены зеленые зоны. Это участок 3 метра между тротуаром и проезжей частью, в которых их можно будет уложить. Как сказал проектировщик, они заложили зеленый коридор для прокладки этих связных кабелей. Мне кажется, это задача и тех, собственно говоря, внебюджетных средств, за счет которых будет строиться эта трасса. От местных жителей прозвучал и ряд других вопросов. Одни просили решить проблему с парковками в новом микрорайоне. Дело в том, что на круговом движении на Ермолинской улице, откуда будет начинаться путепровод, автолюбители оставляют свои машины, и это осложняет проезд. Также многие переживают, что проблема с пробками возникнет и на развязке на Донбасской улице, так как транспорт там будет пересекаться со встречным потоком, который двигается из города, видное, на трассу Донбас в сторону области. Проектировщики успокоили жителей, что данный проект все это предусматривает, и с появлением новой дороги из 6 микрорайона проблемы с пробками должны решиться. Процедура публичного слушания, она обязательна. Действительно, кто-то может что-то подскажет тогда. Результаты публичного слушания, соответственно, направляются в правительство Московской области. Там они должны быть утверждены, и после этого мы можем получить разрешение на начало проведения конкурсных процедур для строительства дороги. По предварительным подсчетам на строительство новой автомобильной дороги уйдет около полутора лет.